Крест на народном спорте из-за копеечной наживы в Девногорске разграбили площадку для городков. Ее в свое время собственными силами обустраивали энтузиасты. Несмотря на то, что спорт для этого города не массовый, команда постоянно занимает призовые места. Сейчас будущее народной забавы под вопросом, есть ли выход из ситуации, разбирался Денис Козлов. Это основа всего городошного упорта. Вот его убрали, аккуратненько сняли, лист длиной 3 метра 60 сантиметров. Стальное покрытие, на которое ставят фигуры для игры в городки, украли несколько дней назад, жалуется Герасим Александрович. 8 лет назад мужчина по собственной инициативе обустроил площадку для игры, установил столбы, сетку, резину. Люди потянулись осваивать народную забаву. В Девногорске появилось 5 команд, из них одна детская, в другой занимаются старики. Даже на краевых соревнованиях они занимали призовые места. Представьте, мы приходим, Герасим Александрович почти в слезах пришел, сам это все строил. И тут вот такое, сейчас то, что город украли, мы не знаем, что делать. У нас был единственный. Сильно расстроился? Конечно. Сейчас негде заниматься вообще буквально. Герасим Александрович говорит, что старинный спорт, который ведет начало еще с 19 века, по сути остается без поддержки. Ведь по факту земля на площадке муниципальная. Все, что построили на ней, сами люди, по сути, ни в какие реестры не заносятся. Соответственно, и в органы обращаться смысла нет. Хоть любителей городков в Девногорске всего два десятка, для большинства это не просто хобби. В субботу будут проходить очередные соревнования. Тренироваться теперь негде. Собрал, ребят, чтобы мы пришли к родбитому корыту. Ну, на старых дрожжах поиграем, посмотрим, что получится. Предлагал вариант, если вы не хотите иметь ее в муниципалитете, ну отдайте мне. Дайте мне в бессрочное, безвозмездное пользование вот эту территорию, площадку. И мы сами, значит, за счет своих средств все это обустроим. Но, к сожалению, я за месяц, месяц не смог добиться приема главы города. В администрации говорят, что разрешение на обустройство площадки не выдавали. Поэтому обращаться в полицию по факту кражи не могут. Что касается помощи девногорским городошникам, то здесь нужно пройти определенные бюрократические процедуры. К нам никто из федерации городошного спорта в администрацию города не обращался. Ни по ситуации, которая сейчас с кортом произошла, ни о том, что федерации нужна какая-то поддержка. Я хочу сказать, если будет обращение на имя главы города от федерации, то, конечно же, мы рассмотрим, посмотрим, как мы можем взаимодействовать, чем можем помочь. И в целом ситуация не безнадежная. Деньги на площадку и ее переоборудование найти реально, говорят в Министерстве спорта. Краевое финансирование на устройство плоскостного сооружения, в том числе на устройство площадки для городошного спорта, город Девногорск может получить в рамках нового межбюджетного трансферта на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. До 4 миллионов в настоящее время предусмотрено. Необходимо заявиться. Правда, заявочная кампания на этот год закончилась. На следующий начнут собирать заявки в конце 2022-го. Поэтому, скорее всего, в этом сезоне городошникам придется справляться своими силами. Но если заявку на обустройство одобрят, то наверняка местная команда не раз встанет на призовой пьедестал этого старинного спорта. Денис Козлов, Валерий Чащин, 7 канал.